Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Юлия Николаевна Кириченко, заведующая приемным отделением Одинцовской ЦРБ, и Сергей Геннадьевич Ходорев, заведующий травматологическим пунктом Одинцовской Центральной районной больницы. Здравствуйте! Здравствуйте! Наступил зимний период, и, конечно же, количество пациентов, которые обращаются к вам за помощью, резко увеличилось. Сергей Геннадьевич, как вы справляетесь со всем этим объемом пациентов, и как работает травматологический пункт в этот период? Ну, скажем так, количество обратившихся в этот период, конечно же, увеличивается, и порядком увеличивается. Среди них в большинстве своем увеличивается обратившихся за помощью детей, подростков, ну, и, соответственно, конечно, лиц пожилого возраста. Могу сказать, что процентов 30-35 от общего количества обратившихся, ведь не секрет, действительно много травм в гололед происходит. И количество тяжелых случаев, переломов, да, вывихов и растяжений тоже увеличивается, соответственно. Ну, стараемся справляться. Сергей Геннадьевич, ну, конечно же, повлиять на погоду мы не можем. Отменить дождь, который наступает вслед за снегом, потом мороз – это не в наших силах. Но, тем не менее, как мы можем обезопасить себя и своих близких, все-таки, чтобы уберечься от получения травм? Ну, стараться быть очень осторожными, это в первую очередь. Без лишней необходимости лицам пожилого возраста, да, бабушкам, дедушкам лучше, конечно, не выходить на улицу, когда гололед. Ну, потому что действительно возрастает количество травм. Вот, а так как косточки слабенькие у пожилых людей, естественно, происходят переломы, причем переломы даже осложненные. Поэтому без лишней надобности выходить нельзя. Естественно, надо следить за обувью. То есть, это однозначно важно. И как автомобили меняют, скажем, шипы… То есть, главное, на что стоит обратить внимание при покупке обуви, особенно именно для зимы, это на подошву. Совершенно верно, чтобы она не скользила. По крайней мере, была устойчива. Чтобы была бы уверенность в том, что вы не получите эту травму. И третье, немаловажное – это нельзя спешить. Нельзя торопиться. Потому что, ну, как бы ритм нашего города, ритм нашей жизни достаточно быстрый. И хотелось бы предупредить, когда начинается гололед, вот, посмотрите вокруг, как люди ходят, ездят машины. Соответственно, нужно убавить ход. Вот и все. В принципе, мне кажется, это самое важное. Сергей Геннадьевич, когда к вам поступают пациенты, как дальше вы их распределяете, как происходит обследование, что имеется в Одинцовской ЦРБ для этого? Ну, у нас, скажем так, достаточно распространенное обследование – это, в первую очередь, рентгеновское оборудование, которое мы, в общем-то, как бы оказываем. Вначале осмотр происходит пациента, в дальнейшем обследование происходит путем рентгеновского исследования. Но если выявляется перелом, соответственно, нужно будет квалифицировать их тяжелыми, легкими, нуждающимися в дальнейшем, скажем так, оперативном лечении, либо репозиции. Это все выясняется в ходе, скажем, обследования. Естественно, наш первый друг – это рентгеновок. А бывают такие случаи, что пациент после падения встает, продолжает ходить, ну, там что-то где-то как-то побаливает, ну, он может еще день-два, возможно, и неделю спокойно ходить, работать, а потом приходит и оказывается, что настолько все усугубилось, картина настолько исказилась. Да, некоторые люди действительно, ну, скажем так, не совсем критично относятся к своему здоровью и думают, что все пройдет. На самом деле выявляются переломы даже спустя неделю, даже больше. Поэтому, конечно же, при первом же случае, либо симптомах заболевания, да, то есть если есть отек, если боль, если нарушение функции есть, либо нужно сразу обратиться к врачу, естественно, нужно приехать и сделать все. Но напрямую такие пациенты приходят сразу к вам или все-таки попадают к Юлии Николаевне в приемное отделение? Если они приехали не по скорой? Они все-таки напрямую попадают сначала в травматологический пункт, потому что он находится в одном крыле, а наше приемное отделение находится в другом крыле. После обследования в втором пункте, если пациент требуется госпитализации, они уже направляются к нам в приемное отделение. То есть по большому счету пациентам не нужно тратить время на приемное отделение, они сразу приходят напрямую к вам и попадают, и заключаются уже в работу непосредственной травматологи. Да, действительно, все, что касается травмы, первично, конечно, обращаются в травмпункт. Неважно, какая травма. Но если мы можем оценить тяжесть травмы, допустим, черепно-мозговую, либо человек предоставлен скорой помощью, и если есть диагноз поставлен, черепно-мозговая травма, конечно же, сразу минуя травмпункт, естественно, он сразу же обращается в приемное отделение. И там дальнейшее более глубокое детальное обследование проходит уже. Как работает травматологический кабинет? Круглосуточно. То есть в круглосуточном режиме 7 дней в неделю? Да, мы 7 дней в неделю, даже все праздники. Сейчас у нас, благодаря нашему главному врачу, усилилась, скажем, бригада врачей. Врачей, вот, оказывается, скажем так, два врача вместе работают, что, в общем-то, усилило, скажем, скорость, пропускную способность травмпункта, потому что это действительно уменьшило очередь. Вот. И могу сказать, что, ну, потихонечку все налаживается. Это замечательно. Как обстоит дело с детьми? Могут ли они обращаться к вам за помощью? Или все-таки они непосредственно должны обращаться в свою детскую поликлинику? Ну, практика показывает, конечно, любые травмы, первично обращаются в травмпункт, в любая травма, какая бы ни была, естественно, травматолог должен смотреть, первично сделать снимки. То есть, в любом случае, родители ничего не ждут, никаких выходных, они сразу приезжают к вам? Совершенно верно. Приехать в травмпункт, сразу же определиться, желательно взять с собой документы, паспорт, полис, не забывайте, это важно, да, медицина страховая. Вот. И сделать снимки, и определиться с тактикой лечения, это важно. Пусть лучше это будет лишним. Да, да, да. Желательно сделать это все сразу. Чем раньше обратится пациент, тем раньше и быстрее будет поставлен диагноз, соответственно, тактикой лечения и исход лечения, естественно, будет более благоприятный. Юлия Николаевна, ну, то, что касается документов, наверное, это самый главный пункт, когда к вам поступают пациенты. Что у них должно быть на руках и как проходит дальнейшая их маршрутизация? Ну, у нас есть несколько вариантов госпитализации пациентов в стационар. Это пациенты те, которые приходят самостоятельно, так называемый самотек, у которых могут быть на руках документы, а может и не быть, потому что плохо становится и на улице, и ты не ожидаешь, что вдруг тебе станет плохо, у тебя нет с собой полиса. Если у них есть хотя бы паспорт, то они обращаются в приемное отделение, и им также оказывается экстренная помощь, неважно, есть у них документы или нет. Если это плановая госпитализация, если это пациент по полису и, получается, как бы бесплатно лечится в ЦРБ для себя, то при нем должен быть обязательно паспорт, если это дети свидетельства о рождении, и обязательно полис. Также у нас есть третий вариант госпитализации, это через отделение платных услуг, когда пациенты оплачивают операцию, обследование, и тогда уже наличие документов, хотя бы просто паспорт с регистрацией или без регистрации. Юлия Николаевна, какой диагностической базой обладает приемное отделение? Что у вас есть? Какие анализы, какую клинику вы можете собрать буквально за несколько часов, когда пациент поступает к вам? Сейчас у нас есть практически все. На данный момент есть круглосуточная клиническая лаборатория, круглосуточный кабинет УЗИ, у нас дежурит круглосуточно эндоскопист, также из последнего, теперь у нас круглосуточно дежурный невролог, хирург, травматолог, гинеколог, терапевт и кардиолог, то есть все аспекты помощи, которые мы можем оказать на уровне приемного отделения, они реальны и возможны. Юлия Николаевна, помимо взрослого населения, конечно же, к вам в приемное отделение поступают дети. Дежурит ли у вас детский врач? Да, на данный момент у нас круглосуточно в приемном отделении находится педиатр, который осматривает детишек и по скорой помощи, которых привозят, и которые самостоятельно обращают. В связи с тем, что сейчас начался эпидезон по вирусным заболеваниям, по кишечным, родители с детьми к нам идут круглосуточно с просьбой помочь их ребенку. Поэтому все для этого у нас есть. Также у нас сейчас участились случаи как раз травматизации маленьких детей, у которых подозревается трясение головного мозга, для исключения не только маринген использования, но и компьютерную томографию. А также у нас много пациентов стало привозиться с инсультами, которым в течение часа оказывается квалифицированная помощь в виде того, что сразу же пациент направляется на КТ. Скорая помощь делает дозвон заранее о том, что они везут нам такого тяжелого пациента. Мы делаем резерв на компьютерной томографии. Пациент завозится в приемное отделение, кабинет компьютерной томографии его уже ждет. Также его в приемном уже ждут дежурный кардиолог, дежурный невролог и дежурный реаниматолог. Оценивает состояние пациента, вследствие чего данные за инсульт подтверждаются. Если подтверждаются, то пациент госпитализируется сразу же в реанимацию, где начинаются лечения для того, чтобы уменьшить последствия данного заболевания. Либо направляется в другие отделения, если данный диагноз снимается. Все-таки наше приемное отделение, оно одно из крупнейших в районе. И именно туда доставляется львиная доля от общего числа всех заболевших. Сейчас в среднем это 100 человек в сутки мы пропускаем через себя. Вот приемное отделение. Да, работаем мы много. Иногда привозят тяжелых пациентов, детей, пожилых людей. И создается небольшая очередь, но она создается не от того, что доктора или медперсонал отдыхают и ничем не занимаются. А просто отдается приоритет экстренным пациентам, у которых жизнеугрожающее состояние, с которыми надо срочно решать, что делать. На операцию их посылать, либо госпитализировать в реанимацию. У нас есть противошоковая палата, где начинается уже лечение именно на уровне приемного отделения оказания помощи. А некоторым пациентам с более легкими заболеваниями иногда нужно немножко подождать. Как только доктор освобождается, он сразу же подходит и решает вопросы этих пациентов. Но в целом работа приемного отделения практически полностью сейчас отлажена. И в первую очередь, конечно же, это огромная заслуга того, что есть практически все оборудование, которое необходимо. Заслуга неимоверна, Ольга Александровна, потому что есть все, даже в московских некоторых больницах нет по дежурству, то, что есть у нас. Круглосуточная компьютерная томография, где сидит доктор и описывает круглосуточные томограммы компьютерные головного мозга и не только. Если пациент тяжелый, например, после ДТП поступает, мы делаем компьютер практически всего тела, потому что там может быть ранение грудной клетки, брюшной полости, не только головы. В этом момент нам помогают, конечно, доктора-орентгенологи, которые дежурят. Также эндоскописты. Если у ребенка инородное тело в пищеводе, и ребенок, например, достаточно взрослый, то эндоскописты нашей больницы также круглосуточно помогают и спасают жизни этим детям. У нас есть все. Мы на уровне высококвалифицированной больницы, мне кажется, лучшего в Московской области. Мы готовы принимать пациентов круглосуточно, 24 часа в сутки, без выходных, без праздников. Юлия Николаевна, а это правильно, что пациенты обращаются вот с такими случаями не к своему лечащему врачу, не к врачу-терапевту в поликлинику, а приходят в приемное отделение? Ну, вы знаете, в зависимости от ситуации, как всегда, если это боли в животе, то это правильно, потому что это может быть и острый аппендицит, и прободная язва, и пациенту действительно некогда ходить и стоять в очереди в поликлинике, дожидаться осмотра доктора, да, потому что сейчас врачи в поликлиниках очень загружены. Наш район простирается до Кубинки, Голицына, это все районы Одинцовской, центральные районы больницы, Трехгорка, новые микрорайоны строятся, но при этом все пациенты идут к нам, то есть население Одинцовского района растет, а больницы нет. Поэтому, конечно, и поликлиники, они не могут обратиться, и поликлиники не могут взять всю ту мощность прироста населения, поэтому, конечно, забирают на себя приемное отделение. Получается, вы помогаете друг другу? Всем, мы помогаем всем. Нет, я имею в виду, и помогаете в том числе своим коллегам из поликлиники, поликлиники, да, да, да. То есть берете на себя часть этих пациентов, часть этого объема? Да. Если человек к нам обратился с какой-либо жалобой на боли, на температуру, на недомогание, мы стараемся по максимуму его обследовать на уровне приемного отделения, и по максимуму назначить ему там лечение, рекомендации, чтобы пациент получил квалифицированную медицинскую помощь и после этого остался доволен тем, что вот он обратился к нам. Самое главное, что сегодня должны запомнить наши телезрители, это то, что и травматологический пункт, и приемное отделение работают в круглосуточном режиме, постоянно находятся врачи, поэтому обращайтесь за помощью, не затягивайте, и тогда клиническая картина будет совершенной, но и вы скорее выздоровеете, правильно? Да. Вовремя поставленный диагноз – это уже половина успеха, Сергей Геннадьевич. Согласен полностью. Не затягивайте, обращайтесь сразу. Спасибо вам огромное. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok